Всем привет, друзья! Сегодня купила горбушу. Видать, перемороженная была. Господи, боже мой, что нам продают? Ну, что делать? Я хотела заснять видео без... Короче, вот эту горбушу я раньше готовила. И на каждый праздник, ни одного праздника у меня не обходилось без вот этого блюда. Ну что, мне придется ее... Я ее вымала. Мне ее придется как-то разрезать так. А так-то, когда покупала, что она замороженная, я ее что, видела, что ли? Ужас. Так сейчас же говорят, нельзя замороженную продавать. Ага, нельзя. Охлажденную надо продавать. Охлажденную. Короче, надо ее... Я ее помыла, почистила. Мне нужно ее порезать вот на такие кусочки. Ну, вообще, чем тоньше, тем лучше. Для кого лучше? Юра, как всегда, тут начал. Для гостей. Маленький кусочек возьмешь, второй стыдно. Ну да. Не понимаешь? И вроде как много, да? Да, и вроде много кусочков. Разложил на несколько тарелок. Так что, смотрите, друзья. Смотря для кого готовите. Вот, видите, примерно полтора сантиметра режьте. Мы же сейчас не для гостей готовим. Ну да. Поэтому можно потолще. Вот видите. Это примерно сантиметра три. Нет. Всего лишь нужно полтора сантиметра. Это супер будет. Нет. Ну, для себя три можно. Взял кусок-то, кусок, а то это фигня какая-то. Полтора, я не заметно даже. Вот ты ничего не понимаешь. У меня сверху будет шубка лежать. Двойка тебе за нож. А что ты не попросила меня подточить перед видеороликом? Хозяину надо смотреть иногда, что в доме творится. У меня тут мне написали. Где твой дегустатор? Мой дегустатор приходит поздно. Уходит рано. Да. По темну. Вырубается. Злой приходит, как собака. Злой, как собака. Доцент, у тебя папа был, мама был. Почему ты такой злой? Слушай, Доцент, ты был когда-нибудь маленький? Был. У тебя папа, мама был? Был. Зачем ты такой злой? Зачем, как собака? Вот такой он приходит. Ну, конечно, он покушает, добрее становится. Но его потом сразу косну тянет. Ему поспать охота. В общем, я его не трогаю. Так, ну что, дорогие девочки, мальчики. Будем лепить из того, что было. Сегодня просто воскресенье, поэтому я добрый. Дегустация. Да, я его сегодня гоняла по магазинам. Мы мне шапку купили в спортмастере. Поехали, карточку забыла. Ну, показала бы шапку. Ну, у меня руки сейчас руби, потом покажу. Так, потом поехали. А, что-то я еще забыла. Телефон забыла. Никак нельзя было код активировать. Ладно, короче, по существу надо про рыбу. Нужно вот так вот порезать. На полтора сантиметра кусочки порезать. Теперь дальше. Вот я приготовила. Вот здесь у меня 4 ложки с горкой муки. Но это мне для того, чтобы ее пожарить. Также мне для жарки нужно масло. Подсолнечное. И можно оливковое, да? Да, можно. Как куплю, так сделаю. Нужно сейчас вот ее посолить, эту рыбу. Я ее немножко здесь посолю. Ну, сейчас перемешаю ее, конечно. И я обычно, когда рыбу жарю, я возьму и муку посолю. И тогда у меня вполне нормально получается. И тут не соленая, и тут не соленая. И вполне себе умеренно. Так, вот смотрите, дальше что я делаю. Я подсолила немножко. Ни каких персов, ничего сюда не добавляла. Теперь я взяла баночку ананасов. Сейчас я руки помою, а то у меня руки грязные. Я как Юлия Высовская уже. Так, ну что ты наша Юлия, Лариса, Иванова? Так, взяла баночку ананасов. Я сегодня недорогую баночку ананасов купила. И маленькую, поменьше. И майонез мне нужен. А почему она не дорогая? Она протухшая или что? Юра, марка такая. Вообще я раньше покупала марку, это Ларага называлась как-то тут. А это сегодня зашли, как я в любимый магазин Женечку заходила. И купила яблок, хурмы и вот эту баночку ананасов. Думаю, покажу вам, как я готовлю рыбку. Она у меня всяко-разно получилась. Короче, родная, много болтаешь. Ну, как болтаю, так болтаю. Как могу. Сейчас первым делом я пожарю рыбу. А потом все остальное в процессе расскажу. Так, я ставлю сковороду и сейчас налью сюда масло. Тут у меня собаки еще варятся. Мясо есть сегодня. Вот у меня Лариса говорит, вот это вот не снимай только вот тут. Да, я говорю, ну что это я... А что это мне стыдно? Это тебе должно быть стыдно. Мне? Да, за то, что у нас такая мебель старая. Деньги давай. Ладно, вообще мне не стыдно. Деньги давай. И я живу как могу. Сейчас я масло туда налью. Масло я не знаю на глаз. Вы же знаете, друзья мои, что я люблю все на глаз. Ну, примерно говорит сколько? Не знаю. Три ложки, четыре, пять. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Наливайте, как вы рыбу жарите. Потом мы ее еще в духовке будем. А если человек первый раз смотрит, ему хотел и хочется сделать. Ну, скажи цифру, обозначи. Юр, ты не прицепляйся ко мне. Ты когда делаешь свои машины, у тебя там все 0,25, 0,001. А у меня все на глаз. Налил, вылил. Экспериментируйте. Вообще, мне это нравится. Что-то добросило, закипело так. В общем, берете, обмакиваете в муку. Обваливаете. Обваливается, обмакивается. Я не жалею. Почему? Потому что я потом остатки муки собаки выкину. Собака есть, Туря. Она ест все, даже муку. Муку-то она не ест, я ее сварю. Что-то я даже вообще некрасиво сделала, девочки, мальчики. Некрасиво, если она погубит. Вот видишь, я даже эти плавники не подрезала. Вот как начинаю видео снимать с тобой, так у меня все не по порядку. Она сразу теряется, когда она снимает. Да, теряется. Любовь она зла. Видите, включила. Красиво все делала. Ну, это хотя бы там кусочек-два показать. Осторожно, чтобы на себя не стрельнуло. А я овощу. Все, видите, у меня осталось вон сколько муки. Вот сегодня я по-барски, можно сказать, распорядилась. Ну, потому что все остатки, если это, я соберу и собаки закину. Потому что тебе не жалко. Потому что сегодня мне надо накормить собаку повкуснее. Завтра морозу обещаешь, 25, да? Да, сейчас я и свою, поэтому я и как бы... Собачка наша должна обогреваться. Обогреваться она будет только, когда у нее будут калории. Так, все, мы обжариваем рыбу с двух сторон, но не разжариваем. Просто обжариваем. Я прикрою крышечкой. Что-то у меня сегодня, друзья, все не ладится. Давно уже с Юриком тут видосы не снимала. Представляете? В магазине брала ананасы. И мне нужны были шайбы. А мне дали кусочками. Расстроилась. Ну, в общем, я вам принцип покажу. Это очень красиво, празднично на столе. Сейчас. Девочки, мальчики, облажалась я с ананасами, как я уже сказала. А я же запасливая хозяйка. У меня вот шайбы нашлись дома. Полезла, смотрю, стоят родные. Ну, вот. Я раньше всегда запасала эти, потому что шайбочками именно. Потому что я готовила рыбку так. И мне очень нравилось. И лучше, когда есть. Вот они, шайбочки. Вот такие ананасы нужны. Достаточно. В общем, рыбку я обжарила с двух сторон. Смотрите. Я ее вот в этой формочке буду. Потому что мне как раз вот, наверное, тут хватит. Сейчас посмотрю. У меня все еще день, слава богу. Короче, стало еще на день. Да я тут приболела, болела эти дни. Ничего тут не снимала. Может быть, это и не совсем сегодня красиво будет. Ну, надо сказать, это вкусно. Еще сегодня с дочерью вспоминали, как я им тут куриц... Ой, эти... Как их... Бедрышки. Не бедрышки, а корочка куриные фаршировала. Как было все вкусно. Сегодня мы с ней вспоминали. Так, мне как раз вошло. А вообще, наверное, честно сказать, мне не нравится, что оно все у меня в куче. Я сейчас листик принесу. Ну, что, девчонки, мальчишки, принесла я листик? Листик принесла. Так, сейчас, как у меня муж говорит, дихлофосом сбрызну. Ну, это ПЭМ. Масло. У меня одна зрительница спрашивала, где я взяла этот ПЭМ. Я ей сказала, что я взяла его в США. Так. На Диком Западе она его купила. И нужно, чтобы по кусочку... Ну, так вот, пусть ровненько внизу. Вот эти кусочки нужно отдельно разделить. Так. Хотя бы это... У меня сегодня все нерационально. Даже воду буду использовать. Видишь? Чтобы помыть эту форму. Так, ну ладно. Вот, все. Разложила. Разложила я по отдельности. Теперь, смотрите, девочки, мальчики, ну, это очень все просто. Берешь шайбу и кладешь на кусочек с рыбкой. Кусочек рыбки. Не с рыбкой, а кусочек рыбки. Ты мне скажи, на праздничный стол можно это поставить? По-моему, я вначале еще сказала, что у нас ни одного праздника не обходилось без этого блюда раньше. Все, вопросов нет больше. Я вообще обожала эту рыбу. Вот именно вот так приготовлено. Даже на хвостик положу. Я, конечно, на праздничный стол хвостики не выкладывала. Все аккуратненько делала. Старалась. Да, чтобы гости похвалили. Для себя точу. Какая хозяюшка. Так, теперь вот смотрите, я вам говорила, что у меня здесь две ложки муки. Сейчас нужно сюда майонезика. Майонезика. Вот сколько же вы хотите майонезика. На глазик. На глазик. Все надо. Теперь берете это, перемешиваете. С мукой. Майонез и муку. Сегодня собака рада будет. У собаки наше праздник. Вот видите, я перемешала муку и майонез. И теперь, что я делаю? А что я делаю? Я буду класть сверху это муку с майонезом. Сейчас я ложечку возьму поменьше. Ну и что я беру и делаю? Вот так вот беру и выкладываю это все. Просто. На ананас. Если у вас будут ровные кусочки, то вам будет намного проще. Ну все, мои дорогие. Видите, у меня тут еще осталось. Может туда еще вымазать вот это все. У меня мама, вот эту, кстати, рыбку обожала. Я ее, ну их когда приглашала на праздник. Она говорит, а ты рыбу жарила? Я говорю, жарила, жарила. С ананасом главное. Короче, всем нравилось это блюдо. Может быть оно у меня сделано некрасиво сегодня. В таких условиях спартанских. Ну, как обычно, собственно говоря. Ну, зато это, поверьте, вкусно. Если вы еще не определились, что вы будете готовить на Новый год, посмотрите, может кому-то понравится и приготовите. А я сейчас ставлю это в разогретую духовку на 25 минут. А вы смотрите по своей духовке. Вдруг вам надо меньше времени или больше времени. У меня духовка с конвектором. И, по-моему, я на 200 градусов включила. Вот так вот. Ставлю в духовку. И знаете, что жду? Чтобы зарумянилась вот этот верх. Ну, все, у меня прошло 25 минут. Я выключаю духовку и достаю. Ммм, какая вкуснятина. Она еще на противне. Кипит, смотрите, в масле. У меня вот такое овальное блюдо было. Я сюда листики укладывала от салата. И сверху я клала рыбку. Ну, и какие-то из лимона украшения вырезала. И это было очень красиво. Так что вот вам советую. Сегодня у меня никаких украшений нет. Видите, как я. Сегодня это блюдо украсит наш желудок. Представим, что у нас праздник. А какой? Ну, просто воскресенье. День любви. День семьи. Семья же в воскресенье обычно собирается. Ну, у нас семья сейчас... Ты, да я, да мы с тобой, да? Ну, что ж теперь. Мы вот такая семья. Семья Ивановых. Мы, кстати, хотим переназвать наш канал Семья Ивановых. Но еще полностью не решили, думай. Переназвать нам просто Ивановых. Life. Да, жизнь Ивановых. Да. Вот даже хвостик выглядит красиво. Ой-ой-ой. Ой-ой-ешенький. Ну, ляпай бывает. Что ж теперь сделаешь? Все, кладу. Все, красота получилась. Я Юре говорю, не ешь этот кубиками ананас-то. Он уже почти банку съел довольный. Что ты ее обманываешь-то? Ну, а кто ее ел-то? Да ты сидела и ела. Выложила сюда в тарелку. Я вообще не ела ни одной даже ананасинкой. Да, господа. Сейчас мы поссоримся. Юрий кругом виноват. Так, да я этот листик уберу. Я не помню, у нас в дом или везет. Я уже жду, не дождусь, когда... Ты когда дадут попробовать? Да, попробовать эту прелесть. Девочки, мальчики, украшать я не буду. Нет у меня ничего дали украшения. Хотя, Юрий, ты не ешь, я тут по краям разложу. Ты скажешь, не ты опять съела ананас? Вообще не брала. Это у меня кусочек рыбки. А, ну все, ладно. Ну вот, спорщик такой. Единый сифтоаппарат, будем фото, красивую фото. Ну вот видите, как замечательно, очень красиво выглядит рыбка под шубкой, под ананасом. Даже вот на тарелочку, смотрите, положишь кусочек, и то красиво. Шубка из ананаса. Шубка из ананаса. Наверное, теплая? Сюда, пожалуйста, такую. Ну, это не только красиво, но еще и вкусно, поверьте. И вообще, лучше один раз попробовать, чем сто раз увидеть. Попробуйте обязательно. Напишите мне комментарии обязательно, друзья. Ой, буду ждать. Ну, а что я хочу вам сказать? До новых видео. Всем пока-пока. А, я, скорее всего, еще в конце. Давай, давай пробовать уже. Шапку покажу. А, ты же будешь пробовать. Дегустатор должен попробовать. Так, там пока... Пока там Лариса возится с котлетами, я попробую. Она нас пробует. Так. Где тут наша горбуша? Ребята, обалдеть. Ну, что такое? Нет слов. Ты же говоришь, что тебе нужен нож всегда. Так у меня одна рука камерой занята. А? Как я буду пробовать? Мог бы, конечно, ртом держать, но в рот надо. Рыбку класс. Ну, а ты что делаешь-то? Я люблю это с ананасиком кушать, рыбку. Вот так вот, смотри. Как я так и кушаю? Ой, я представляете, друзья? Ну, вот вы посмотрите. Хвостик себе положила. Ну, правильно, что? Маленький кусочек. Я вот так вот рыбку беру и ананасик. Очень вкусно. Правда, изумительно вкусно. Все, короче, будем пробовать дальше. Забыл всем сказать пока-пока. Кушаю. Забыл сказать слова благодарности. Спасибо, что у меня есть такая жена. Все, всем пока опять. Никак не можем закончить видео. Покажи сюда, пожалуйста. Едим уже по второму кусочку. Божественное вкуснотище. Вот этот вот ананасик подчеркивает вкус рыбы. Никакого хлеба не хочется, никакого гарнира совсем. Ну, может быть, какой-нибудь легкий салатик. Было бы замечательно, да? Хотя и без него, знаете, как ништяк. Как-то и без него хорошо. Да. Ну, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok